Привет друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Детские комплексы могут сопровождать нас очень долго. Они могут изменить нашу судьбу, заставить нас повернуть не в ту сторону и делать абсолютно нелогичные выводы. Скорее всего, такие проблемы характеризуются плохим отношением со стороны сверстников по той или иной причине. Для буллинга в садике и школе большого повода не надо, но он скорее всего останется не только в воспоминаниях о якобы счастливом детстве. Буллинг – непростая для обсуждения и исследования тема. С одной стороны, практически все люди так или иначе встречались с травлей. С другой, с ней связаны переживания страхи и вина, стыд, беспомощности, ненависть, отчаяние. И эти переживания очень мало обсуждаются. Молодая девушка Надя училась на старшем курсе института, она была просто находкой для парней. Они бегали вокруг нее, пытаясь заполучить крупицу внимания. У нее гармоничное и милое лицо, утонченная фигура, белоснежная улыбка и просто шикарные кудрявые волосы. Одним словом, бегали за ней табунами почти все представители мужского пола. Тем не менее, девушка оказалась довольно переборчивой. Заводила отношения девушка по какому-то очень странному принципу. Она, скорее всего, пойдет гулять с прыщавым вредным первокурсником, чем с парнем постарше, который относится к ней со всей душой. Таким вот парнем с добрым сердцем был Паша. К слову, он первый красавчик института. Но когда подруги Нади наконец-то узнали причину отказа парням, они были шокированы. Как оказалось, Надя очень комплексует по поводу своей фамилии. Ей не давала покоя фамилия Сосиска. Девушка была уверена в том, что над ней все смеются, поэтому она очень стыдилась называть кому-то свою фамилию. Казалось бы, решение очень простое – поменять фамилию и жить спокойно. Только вот не все так просто. Надя не хотела расстраивать своего отца. Он, напротив, гордился своим колбасным родом и не стерпит, если его родная дочь пойдет против фамилии предков. Из-за этого девушка очень сильно страдала, но все равно терпела. Именно школьные дразнелки заставили ее выбирать парня не по отношению к себе и характеру, а по фамилии. Дошло до того, что она просто мечтала выйти замуж и получить от мужа просто красивую фамилию. Надя думала стать Соколовой или же Воскресенской. Именно таким был ее принцип в выборе избранника. Судьба дала шанс вредному первокурснику, потому что именно из-за фамилии Надя и обратила на него внимание и встречалась с ним, хоть и не любила. Она не обращала внимания на нелепые черты лица и скверный характер, гораздо важнее то, что у парня очень, как ей казалось, красивая книжная фамилия Каренин. Надя очень долго так делала, пока однажды по-настоящему не влюбилась. Это было похоже на сказку, и в течение месяца молодые люди вовсю готовились к организации и проведению свадьбы. Именно тогда девушка смогла узнать, какая же фамилия у ее избранника. На самом деле парень долго не хотел ее озвучивать, чтобы не отпугнуть от себя столь прекрасную девушку. То, что услышала Надя, повергла ее в шок. Эмоции заполонили ее разум, и она чуть было не решила отменить свадьбу. Но именно родственники смогли отговорить девушку от глупостей, и она сдалась. Парень на самом деле оказался очень хорошим и понимающим, и нормально принял истерику будущей жены. Подруги Нади тоже активно готовились к торжеству, только будущая фамилия девушки оставалась для них секретом. Они смогут узнать ее только на церемонии в ЗАГСе. В принципе, реакции друзей на фамилию Перекатигроб предсказать было несложно. Они сначала просто впали в ступор, а потом просто все улыбнулись и ждали момента, чтобы покинуть церемонию. Когда только появилась возможность покинуть здание, они вышли и начали просто хохотать. Тогда к ним подошла уже расписанная Надя и сказала, «Девочки милые, я действительно хотела сделать вам сюрприз. Теперь официально я Перекатигроб Надежда. Только когда пришла настоящая любовь, я поняла, что не важно, какая фамилия у человека, важно, какой человек рядом с тобой. Все остальное – мышиная возня. Спасибо родителям, что сумели мне открыть глаза». С тех пор Надя Перекатигроб гордо носила свою фамилию. В нужное время ее сердце и родители помогли ей принять правильное решение и не прогадать. Девушка поняла главную истину. Главное не то, какая фамилия у человека, главное – его внутренний мир. Цвет глаз, волосы, имя – это пустое. Не фамилия красит человека, а личность красит свою фамилию. Эти слова идеально подходят для новоиспеченного мужа Надьи. Не важно, какая фамилия у него в паспорте, самое главное, что он просто хороший человек. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.